Здравствуйте, ребята! Меня зовут Белоусова Татьяна Геннадьевна, я учитель химии. Сегодня мы с вами начинаем цикл уроков подготовки к единому национальному тестированию. Рекомендую вам просмотреть наши решения вариантов и я надеюсь вам это поможет при сдаче национального теста. Итак, начинаем. Первый вопрос, который стоит в этом варианте, звучит так. Основные свойства проявляют гидроксид элемента, находящийся в периодической системе в определенном периоде, в определенной группе. Итак, ну, во-первых, нужно вспомнить, что основные свойства проявляют у нас металлы и формула основания будет, соответственно, вот такая, металл OHX. Итак, значит, какой же вариант будет приемлем? Для начала нужно посмотреть периодическую таблицу. Предлагаемые варианты ответа звучат, например, так. Второй вариант, пятая группа. Это не подходит, потому что в пятой группе находятся не металлы. Точно так же не подойдет вариант в третьем периоде третья группа, потому что здесь находятся амфотерные гидроксиды. Соответственно, и шестая группа в четвертом периоде тоже не подходит, а во втором периоде, соответственно, будет находиться также группа, которая не подходит. Итак, Так, что будет правильное? Смотрите, тогда это будет четвертый период и вторая группа, главная подгруппа. Этот вариант и будет правильным. Какое же основание здесь образуется? Давайте укажем. Это будет кальций и его гидроксид будет кальций OH дважды. Итак, первый вопрос ответили. Второй вопрос. На смещение химического равновесия в системе не оказывает влияние. Не оказывает влияние. Какие же факторы будут в этом случае работать? Так, первый из ответов. Степень измельчения вещества. Будет ли это относиться к невлияющим факторам? Безусловно, будет, потому что степень измельчения касается только веществ твердых. А для твердых веществ этот фактор является важным для ускорения или замедления скорости реакции, но он не влияет на равновесие. А вот другие из ответов, такие как давление, концентрация растворов, температура и концентрация газообразных веществ, как раз таки и влияют на смещение равновесия. Так, третий вопрос. Металлами побочных подгрупп являются элементы. Так, ну напомним давайте, что побочные подгруппы это B подгруппы. Они начинаются с четвертого периода. И элементы, которые относятся в побочных подгруппах, это по умолчанию D и F элементы. А тогда получается правильным ответом нельзя будет посчитать, обратите внимание, только D элементы. Нет, не только D, только F элементы. И F этот ответ тоже не подходит. Подходит именно в такой связке, как D и F элементы. Именно они и находятся в побочных подгруппах, начиная с четвертого периода. Так, четвертый вопрос. При сплавлении оксида алюминия с сухой щелочью образуется. Не лишнее будет написать уравнение реакции, чтобы это было возможно пояснить. Итак, оксид алюминия, сухая щелочь. Допустим, пусть это будет натрий OH. В этом случае проверяется знание именно о том, в каких условиях оксид алюминия образует какие вещества. Сухая щелочь, значит эта реакция идет без участия воды. Тогда мы работаем таким образом. Алюминий 2О3, прибавляем мысленно в воду. Получается кислота в начале H2, алюминий 2О4. Но так как индексы делятся на 2, получается H, алюминий 2О2. Именно соль этой кислоты будет получена. Натрий, алюминий 2О2. И будет выделяться вода. Давайте приравняем, поскольку иногда в таких заданиях просят и сумму коэффициентов. И тогда данная кислота называется метаалюминиевая кислота. А соответственно соль будет называться метаалюминат. Именно эта соль и будет получаться в данном случае натрия. В этом случае и есть правильный ответ. Ответ звучит так. Металюминат и вода. Это и есть правильный ответ. Так, следующий, пятый вопрос. Пятый вопрос звучит так. К альдегидам относятся. Так, ну тогда надо вспомнить, что альдегиды в общем виде имеют вот такую формулу. Так, но иногда в тестах вот эту группу С двойная связь О, H. Это альдегидная группа. Не расписывают. И тогда формула будет записана покороче. Вот так. Р, С, О, H. При этом О, H это получается вместе соединенный кислород и водород, хотя напрямую они не связаны. И тогда в вариантах ответа предложено здесь. Альдегидам будет именно такое вещество, которое записано именно вот так. Напомним, что это альдегид и он называется пропаналь. Пропаналь это современное название, суффикс аль. Он же называется пропионовый. Поэтому как найти каждый из классов веществ, для этого вы должны знать соответственно функциональные группы. Шестой вопрос. Простейший представитель трех атомных спиртов. Что такое трех атомный спирт? Это спирт, у которого есть три группы OH. Потому что спирты бывают с одной группой OH, одна атомная, с двумя. Трех атомные спирты и так далее. Нас просят найти трех атомный спирт. Самый простейший трех атомный спирт выглядит так. У него есть три атома углерода. Соответственно три группы OH. И в этом случае это вещество будет называться глицерин. Но обращаю ваше внимание, что очень часто в нашем тестировании формулы вот так могут не записать. И она кстати в ответе здесь приведена не в таком расписанном виде, а написана в свернутом виде. Посмотрите как углерода три, водорода вот в этой части при углероде получается пять. И группу OH три. И записана формула правильного ответа именно вот так. Вот таким образом и будет это первый трех атомный спирт. Но это должно быть понятно. Первый трех атомный, значит три углерода должно быть обязательно. А если бы вопрос стал о других спиртах, двух атомных, как минимум два углерода и так далее. Поэтому идея такого задания, надеюсь, вам понятна. Следующим седьмым заданием стоит вопрос задачи. Итак, по условию этой задачи, а я запишу кратко, дано, известно, что взята хлорида калия 29,8 грамм. И проводят его электролиз и просят найти, электролиз расплава, просят найти, сколько калия получится в результате. Итак, для начала мы составим уравнение реакции. Калий хлор подвергается электролизу. Электролиз обозначается прохождение тока либо вот такой молнии, либо пишется электрический ток. Ну, раз расплав, нужна температура. Тогда при электролизе расплава, на самом деле, это несложное уравнение. Вещество распадается на то, из чего состоит. А это будет калий и хлор. Хлор 2. Уравниваем, потому что нельзя решить задачу по неприравненному. Нам дан калий и хлор, спрашивают нас о калии. Здесь 2 моль, а мы будем решать мольным способом. И очень рекомендую вам в ЕНТ решать через моль, потому что задача усложненного характера все-таки решается через моль быстрее. Именно быстрее и по цепочке это сделать легче. Итак, переводим в моли наш хлорид калия. Работает формула масса на молярную. Значит, это будет 29,8 грамм. А молярная масса хлорида калия составляет 74,5 грамм на моль. А молярную массу, я напомню, мы считаем, опираясь на таблицу Медилеева, у калия 39, у хлора 35,5. Если мы посчитаем, это получается 0,4 моль. Сверху пишем 0,4 моль. Над калием будет х моль. Но поскольку у нас моли их по уравнению одинаковы, то моли калия будет тоже 0,4 моль. Но так как нас спрашивали о массе калия, то мы найдем массу умножив 0,4 моль на его молярную массу 39 грамм на моль. Моль-моль сокращаем и тогда ответом будет 15,6 грамм. Это и есть наш правильный ответ. Так и следующий вопрос, восьмой. Значит, в восьмом задании просят посчитать плотность, относительную плотность углекислого газа, СО2, по воздуху. Так, как расчет это делаем? Ну, для начала нужно вспомнить формулу. Возьмем молекулярную массу СО2 и разделим на молекулярную массу воздуха. Воздух я не могу записать формулой, так как воздух является смесью газов. Поэтому для воздуха нужно знать его молекулярную массу. Так, для СО2 считаем углерод 12 плюс 16 умножить на 2. Это вместе получается 44. А вот МР воздуха, вот здесь я прям звездочку поставлю, что вы ее должны знать наизусть. Никто вам подсказывать это не будет. А масса воздуха равна 29. И тогда, если мы посчитаем, ответ дан 1,52. Ну, на самом деле это округленный результат. И это означает, что углекислый газ тяжелее, я прям здесь добавлю, иногда это тоже спрашивает, тяжелее воздуха. И тогда, например, этот газ собирают, если его нужно собрать, собирают в сосуд, который находится донышком вниз. Итак, первые ответы мы получили на вопросы, а на следующем уроке мы продолжим. До свидания, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...